я короче летаю никого себе не трогаю подходит полицейский такой с пистолетами и говорит короче ребята смотрим что мы имеем на красной поляне за 1600 рублей в сутки и привет всем доброе утро что даст нам сегодня день насущий наш неизвестно известно маленько я вчера нашел группу ватсап по горячим предложениям апартаментов гостиниц на красной поляне горький город и роза хутор вот и за 1600 рублей я забронировал апартаменты одна спальная комната зал по фоткам все хорошо и расположение вроде тоже очень хорошее то есть у них тут какая-то фиг цены меняются у них каждый день сегодня стоит 1600 зато стоит 2 500 сегодня у нас вторник не не понимаю то есть у них во всех гостиницах даже здесь каждый день меняются цены я не знаю зачем это сделано какая-то такая фишка специальная чтобы что-то замутить сейчас я собрался вот и выезжаю получается на красную поляну и хочу посмотреть ту гостиничку если все в принципе как надо я ссылочку оставлю на этот номер телефона для для ватсапа вот она каждый день шлют предложения всякие разные горящие вот завтраками без завтрака там за 300 рублей номера тоже есть и парк олимпиады которую построен там круче гостиница там даже есть гостиницы по 300 сегодня стоит 2000 зато стоит 300 рублей ну как бы вот еще один косяк там есть мы здесь в сочи то что у них здесь парковки все платные даже мне стоит то что стоит внизу машина я получу 200 рублей но она не стоит прямо на выходе мы договорились чуваком вот и так нужно чуть дальше идти ставить на парковку за 400 рублей там многоуровневый парковки крыш тут построен вот они говорят что тут постоянно ездит эвакуаторы и они на этом зарабатывают деньги ну и типа приятно что тоже машины на улице не оставляют оставить дороги свободны 12 часов дня у меня выезд гостиницы гостиница сан рема украшения сан рема Вот, все, ну гостиницу ее показывал, короче, она классная, 60 квадратов, стоит 3 тысячи рублей. Знаете, в принципе, можно даже очень бюджетно отдыхать здесь. Вот, так что поехали до встречи на Красной Поляне, горький город. Короче, я зачекнился в отеле на горке города, заплатил 300 рублей за парковку и за проезд по всему горькому городу, по всему горькому городу. Короче, прошлый раз я неправильно сделал, я 500 рублей заплатил за меня, надо было, короче, в гостиницу оставаться, тогда пошли искать третий подъезд. Короче, ребята, смотрим, что мы имеем на Красной Поляне за 1600 рублей в сутки. И... Угу. Короче, что получается, да, действительно, это так и есть. Да, этот номер стоит 1600 рублей в сутки сегодня, да, завтра он что-то там стоит 2400. Интересно, с завтраком или нет, по-моему, нет, но на завтра, я так понял, можно сразу забронировать. Вот, пожалуйста, тут цены, тут такие, вот, сочи парк, дарт на двоих, вот они цены, смотри. То есть на каждый день и не меняется, вот, 700, 650 рублей, 700 рублей. Бронирование невозвратное. Так, вот, на завтра получается 1150. Интересно, на завтра вот двумя с пальмами дешевле. Короче, надо себя забронировать на завтра. Красная Поляна, Гоки город. Чу-у-у. Я тут смотрю, короче, почему у меня тут кусочек лежит для посудомоечной машины. Оказывается, здесь посудомойка. Петька, ну понятно, телеки. Где холодильник? Клоский. Где холодильник, твою мать? Тут какая-то... Не ту. Тут холодильник. Воды нету. Нет воды, бля. Представляешь? Как так? Мыло. Шампунь. Шампунь. Где зубные щетки? Так. Одно полотенце, второе полотенце. Где халат? Сейчас мы у вас, бля, тут найдем вам недостаток. Мыло. Есть. Розетка. Есть. Короче, нету халата. Нету зубной щетки. Нет зубной пасты. Нету воды. Вставляешь? Я заплатил вам гребаных 1600 рублей. У вас нету, блин, ни пасты, ни щетки, ни воды. Ни халата, вашу мать. Ну все, сейчас покурю. Пойду знакомиться поближе с горьким городом. Горький парк, который он зовут. Пить хочется. Ладно. Народ к блогерам-то не привык. Все прядятся. Как будто я с автоматом хожу. Хе-хе-хе-хе-хе. Начнем отсюда. Гироскутеры на прокат есть. Надо сейчас посмотреть. Пойду-ка зайду, интересно. Нету у них гироскутера на толстяков. Вот. 700 рублей полчаса стоит. Гироскутеры аналоги китайские. Дорого, я думал, тут уже на день взял, пошел. 700 рублей полчаса. Нет, машина под боками. Нет. Короче, для посещения первой площадки, вон там, проживающим в гостинице бесплатно. А вот я проживающий. Я иду бесплатно. Ха-ха-ха. Очень много бонусов тем, кто здесь проживает за 1600 рублей. Вот, значит, тут что у нас на первой площадке 900, там, 1000 метров, короче. Места для загорания. То есть на горном курорте загорает тоже. С этим проблем нет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Всем прекрасного доброго утра. Сегодня я проснулся на Красной Поляне. Вот, сегодня там идет снежок. Что я планирую сегодня делать, я пока не представляю. Можно на гору, конечно, съездить наверх, наружу хутор. Сейчас посмотрим, короче. Все неизвестности весь я проснулся, поменял билеты. В торговый центр горки, в город. О, что-то объелся. Сюда спай закумариваешь, ну так хорошо поспал. Зашел в Киевси и съел там завтрак. За 200 рублей обожрался. Едем, получается, по рожеку-то. О, да. Снимали, не знаю, как там сегодня. Дело в том, что сегодня облачное. Оно, говорит, там на пике облака. Чего себе! Оно, говорит! короче распогодилось немножко у нас тут вот я думаю лететь на коптере или не лететь вот в чем вопрос сейчас пытаемся взлететь на дрожжи в Продолжение следует... Продолжение следует... ...такой с пистолетом и говорит... А у вас есть документы на поле? Я ему говорю... А ты знаешь, что я? Что я? Ты знаешь, что я? Он говорит, нет. Я говорю... А Никола Студия тебе о чем-то говорит? Он говорит, нет. Я говорю... А Толстяк на поляне тебе о чем-то говорит? Он говорит... Да, братан, я сразу не узнал. Извини. Прости. Летайте, пожалуйста, говорит. Николас. И все. Ну да. Ну нормально, я-то уже отснял. И он мне тут запретил, когда я собрался садиться. Когда я уже садился. Нормально. Молодцы, ребята. Частные территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...